тестер у нас прошит и теперь делаем тестер неправильно сказал теперь делаем тест эти теперь версии другая немножко значит тестер у нас прошивается все прекрасно ну и теперь смотрим на нагрузку пускай в тени будет на нагрузку чуть не сделал на нагрузку ну скажем просто даем как будто мы делаем имитацию эти щелкают реле включается к к его линия включился can пощелкала счет или трубилась но естественно у нас машина нету поэтому не менее он пробует еще раз включает кам ну пишет что нет ничего выход можно взять какую-нибудь машинку пустить по кругу скажем какого-нибудь года но не знаю тысячи там 12 какой-нибудь бмв ну какую летом как у меня 61 скаю будет 2009 год все системы включаем выбираем двигатель пускай будет бензин режим и с с сейчас он будет по всем пинам шуровать включается can включается к линии высокий протокол уже поколений сейчас он будет уходить в отбой такой светодиодный пробник рекомендую всем сделать в принципе тестер могу сказать как как бы он рабочий но есть некоторые вещи которые нам стоит проверить но пускай он щелкает и я не буду мыть ваше время это не надо что у меня тут у меня тут у меня тут подозрение на кл драйвер на выбор надо посмотреть на седьмой ноге что творится и шестой на колени что сама творится что там происходит для этого мы возьмем опять осциллограф у нас в принципе все подключено так у нас все тут есть что надо вы следите вы следите вы следите как он щелкает земля у нас есть и посмотрим что у нас на колени ну может быть даже лучше это посмотреть не осциллографом то можно и осциллографом посмотреть значит мы с вами сейчас у меня один к одному на щупе и смотрим не видно начало сейчас глянем первая ножка это вот это четыре ножки и нам надо шестой и седьмой значит шестой делаем щуп меньше делаем сеть и седьмой это это линия л по всей видимости драйвер это у нас будет шестой и седьмой потом возьмем мультиметр и будем смотреть тогда какой драйвер за что отвечает я сейчас жду когда то есть сейчас включается кан линия все блоки и смотрятся пока на линии только несколько блоков у нас смотрелось значит запомнили седьмой шестой седьмой это бат отколение пошла сейчас пробуем ее найти значит это вы 4 6 6 ничего не то нет здесь высокая частота я сейчас поменьше делаю на тестере то есть уйдем с этого дела ну так посмотрим что у нас вообще тут происходит 10 миллисика скажем 50 сейчас вот идет к линии одно деление на саллографе у меня деление на саллографе почти 12 вольт защитник 10 наверно надо нам взять какую нибудь audi выйти из этой системы непонятно что там к линии работает и в основном камп потому что уже с 2003 года пошли машину шурующий только пока можно какая-то саллограф настроишь застрелишься задолбал короче можно что мы и и и и и Поставил 2 вольта, давайте посмотрим питание, какое у него с чего. Все заканчивает, видим полное питание этого дела, 2 микросекунды Это много, 5 вольт много, переходим на режимы Ну и 50 миллисекунд, пускай будет, и смотрим что у нас происходит То есть на VBAT должно быть напряжение больше всего Ну последние попытки, сейчас мы выйдем из системы Так, выходим отсюда 500, 0,1 секунда, 0,2 секунды И изменяем этот режим одиночного сигнала Он тогда будет ловить Ну что-то должен ловить Пытается, пытается пролезть в эхо Но ничего не получается Давайте пока мы поменяем настройку тестера Поставим ему одну секунду Скажем 2 секунды Скажем 2 секунды Так Значит 4 системы вышли Пойдем в какую-нибудь ауди Ну теста рабочая Сейчас проем колени Потом Как я уже там в других роликах Писал что Надо выровнять И возьмем на четвертую какую-нибудь Старенькую Колени у нас шуровать только так То есть мы по-любому Засветим Так, что нам надо тут Нам надо Одиночный сигнал Ну а теперь выбираем Скажем бензин Не знаю, ничего не могу придумать Ну тестер мы уже починили Осталось проверить плату руле Как мы это делали В предыдущих роликах Ну и пошел Вот пожалуйста пошли Нимпульсы запроса Это сейчас работает КАЛ линия Старый протокол Запрашивает Это у нас на седьмой ноге драйвера У нас видите На восьмой ноге у нас что Сбрасываем Надо сбросить это дело Сигнал Что за фигня это Сигнал Что за фигня это То есть какие-то запросы он шлют, сингл. Нужно взять, ребята, знаете, что нужно взять и посмотреть мультиметром это дело, чтобы убедиться, правильный лист обилитрон остается там, хотя бы для легковых. Хозяин, владелец тестера, он говорил, что ему не нужны грузовики. Хотя, чем черт не шутит, сегодня не нужно, завтра нужно. Подсоединяю. Я буду просто смотреть, какое напряжение надо выбрать и менять напряжение питания. То есть это у нас получается слевая нога. Идут еркульсы какие-то. Сейчас еще раз даю неправильное вообще дело. Шестая, шестая, пять, шесть, это колени. Что-то непонятное происходит, ребята. Нем-м, три, четыре, пять, шесть. Пятая, шестая. Стали нагреваться в микросхемке. Процессор тепленький. А, у нас порвалась, это, разорвалась цепь. Сейчас я прицепленный крокодильчик какой-нибудь. Чтобы она держалась у нас. В мере, в воздух какой-то. Потом вы будете смеяться, наверное. Тринадцать вольт. У меня, показывает тринадцать и два, и на VBAT двенадцать и девять. То есть, VBAT у меня, седьмой контакт, и на нем сидит двенадцать и девять. То есть, идет ограничение, ребята. Идет ограничение сигнала уже. Двенадцать и девять. Сейчас я буду повышать напряжение. Не знаю, видно вам. Этот тестер умираем. Поставлю так. Не вижу. А, вот ко мне сюда, поближе. Даю пятнадцать вольт, ну, грубо так. И смотрим, что на VBAT делается. На VBAT пятнадцать. На колене четырнадцать вольт. Ну, это нормально. На VBAT пятнадцать, с копейками-то. И на 14, один вольт. Но это нормально. Теперь даю больше. Все-таки хочу узнать, что со стабилитроном там стоят. Даю двадцать вольт. Емкость входная у нас была. Емкость входная у нас была. На 35 вольт. Смотрим, что у нас на VBAT. На VBAT девятнадцать вольт. На колене девятнадцать вольт. Девятнадцать. Девятнадцать. Так, даю еще больше. На нем двадцать четыре, посмотрим. Ну, максимально у меня тестер это все двадцать четыре вольта и дает. Вот, двадцать четыре с половиной. Уже можно смотреть. Двадцать четыре. Двадцать девять. На колене. Двадцать четыре, тридцать четыре. То есть, колене у нас должна быть, ну, всегда меньше. А иначе драйвер будет закрываться. То есть, двадцать восемь, колене. Двадцать четыре, тридцать четыре. То есть, началось закрытие. Двадцать четыре, двадцать восемь. На другом двадцать четыре. То есть, идет закрытие, ребята, этого дела. Прибавляю еще напряжение. На старых протоколах-то он вводит. Двадцать четыре, двадцать девять. Вот, ограничивает стабилитрон. Двадцать четыре, тридцать три. У меня общее напряжение. Вот так вот. Двадцать четыре, тридцать три. Двадцать четыре. И на лоббат у нас двадцать четыре, двадцать девять. То есть, стабилитроны похожи на двадцать четыре вольта. Двадцать четыре. 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 Или вообще это не стабилитронно, потому что показывает какой-то бред. Но в принципе, если я буду уменьшать, буду уменьшать на ВБД, то есть если на К линии напряжение будет больше, чем на ВБД, тогда ВБД закроется, то есть оно начинает закрываться. Сейчас я смотрю, добавляю напряжение теперь, то есть я уменьшаю, уменьшаю, видите, на ВБД как стояло, так и стоит, 23,6, у меня ограничение наступало 20, вот так где-то, да, на 4,28, на 4,34, на 4,28, чуть-чуть я сделал поменьше, на 4,22, на 4,18, срабатывает, мы поставим 24 вольта, 24,24, все время больше, 3,99, 4, сейчас 23,25, 23,25, 23,21, еще меньше, давайте поставим 21, это седьмая ВБД, у нас 21,58, 21,62, похоже, еще меньше, поставим 21,58, 21,62, похоже, еще меньше, поставим 21,58, 21,62, похоже, ну, давайте поставим, ну, 15 вольт, значит, 14,9, на линии 14,91, еще меньше поставим, поставим 12 вольт, то есть, 185, 189, странно, вообще, это ерунда какая-то, по идее, 21,8, 21,18, 21,18,21, что там не стабилитроны стоят, то есть, какая-то ерунда, 14,13, 14,15, 14,21, А на питание у нас 14,16, 14,1,5. Чуть-чуть меньше. Не, ну, в принципе, нормально. Пойдёт, даже не будем ничего делать, 14,11. На 0,2 вольта там больше камерно. У меня должно где-то на 18 вольт срабатывать. Давайте впарим. Всё, что может, это блок питания. Он может... Сейчас глянем. Он может у меня давать 4,3 вольта. На 4,3. На 4,3 он так и даёт. На 4,3. На 4,3. На 4,3. На какой мы смотрим-то хоть. На микросхему смотрим. На 4,3. 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 Что там произошло такое? Еще раз глянем. Получается все время коления больше. Немножко напряжения. Ну что, не надо будет с этим разобраться. Тогда все выключаем. Все это дело отключаем. В принципе он рабочий, а с коленей что-то непонятное. Поэтому мы сейчас вытащим это дело. Плата в глистоне. Плата тепленькая. И будем смотреть что у нас за ерунда тут. Что тут творится за ерунда такая. Сейчас мы нам надо сделать перенастройку. Посмотрим что здесь творится. Ну что вот видите. Не знаю, потом посмотрю на компьютере. Сейчас отключусь. Буду мерить эти места. У нас зацепляться. Продолжение следует... Продолжение следует...